Среди ваших знакомых есть ли такой человек, который всегда носит одну и ту же одежду, ходит много лет, с одной и той же сумкой, не общается с кем-либо и ведет себя довольно странно? Большинство считает его неудачником в жизни, а остальные уверены, что у него столько денег в окромах, что безбедная старость обеспечена не только ему, но и его детям. Но британец, о котором сегодня будет речь, мог бы получить медаль. Он умело выдавал себя за бедного человека в течение 15 лет. Никто даже не догадывался, что у него скопилось состояние в миллионах. Как ему это удалось? Давайте начнем с самого начала. В начале 2000-х годов один бизнесмен, по имени Алан Йоманс, объявил себя банкротом. В этом нет ничего удивительного, с каждым может случиться подобное. Алан сообщил официальным органам, что его бизнес приносил только убытки, и поэтому ему пришлось продать свою компанию и всю свою собственность, чтобы расплатиться с долгами. Несмотря на все это, у него остались долги. Алан утверждал, что у него хватает денег только на самые необходимые потребности. Покупка жилья была для него недостижимой мечтой. Он объявил себя банкротом, и переехал жить в сарай. Друзья перестали общаться с ним, что часто происходит с людьми, потерявшими финансовую стабильность. Близкие ему люди теперь просто насмехаются над ним. Его нынешнее жилье раньше служило коровником. Денег хватило только на самую дешевую отделку. Алан самостоятельно делал ремонтные работы. Крыша также была в плохом состоянии. Сплетни и шутки соседей не беспокоили его. Он не общался ни с кем, лишь иногда выходил на улицу. Он одевался очень скромно, всегда носил одну и ту же рубашку и штаны, будто не имел другой одежды. Каждый год Алан должен был являться в суд, чтобы подтвердить свое финансовое положение, и он всегда приходил в назначенный день. Но однажды он не пришел. Органы быстро отреагировали и приехали к нему домой. Полицейские быстро нашли дом, который снаружи выглядел как сарай. Но фасад здания произвел более благоприятное впечатление. Когда мужчина открыл двери по требованию полиции, они были ошеломлены увиденным. Они увидели огромную лестницу, устеленную красной дорожкой, обшитую золотыми нитями. В интерьере использовались только самые дорогие породы дерева. На стенах висели оригиналы картин известных художников, которые стоили состояние. В помещении были красивые статуи и роскошные люстры, свисавшие с потолка. Это было только то, что можно было заметить с первого взгляда. Дом вмещал шесть спален, большую библиотеку с дорогими книгами, тренажерный зал и гостевые комнаты. Там даже было место для бассейна и танцпола. Неясно, зачем ему это все понадобилось. Возможно он устраивал вечеринки для себя одного, чтобы скрасить свое одиночество. Дом украшали коллекционные статуэтки, старинная мебель и дорогие вазы. Но это не было самым главным. Одна из его картин скрывала секретную дверь, за которой находился большой сад, где он выращивал запрещенные растения для продажи. Вот каким образом он сумел накопить состояние. Алан заработал 2 миллиона долларов на продаже этих растений и скрывал свою деятельность в течение 15 лет. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!